Сегодня мы будем вместе с вами рассматривать концепцию развития набережной от улицы Университетской до Октябрьского моста. В дальнейшем эта концепция предполагается к обсуждению с общественными организациями, с бизнес-сообществом. Наша задача до 10-15 февраля завершить работу по обсуждению и в этот же срок сформировать техническое задание для дальнейшей разработки проектно-смертной документации на вот этот участок, большой участок городской территории. Концепции приняли решение насытить эту набережную различными объектами, различными активностями в том числе. Всю набережную делим на зоны нашего внимания, это вот на участки. Всего набережная общей протяженностью более 2 километров. Ну и вот разделены по участкам от Университетской до Соборной горки, это 390 метров от Соборной горки до памятника основателям 200 метров, от памятника основателям до Горького 620 метров и от Горького до Октябрьского моста 830 метров. Здесь на каждой территории есть свои сложности, где-то по земле, где-то по ландшафту, то есть где у нас быстрее будет решаться техническим заданием, ту территорию мы в принципе ставим на первую очередь. Мы видим, что вся набережная окружена тоже у нас с одной стороны водой, с другой стороны прилегающими территориями, которые мы тоже задействуем в нашей концепции и интегрируем в структуру набережной, в том числе, чтобы набережная была у нас востребована теми, кто на этой территории, по крайней мере, чем-то занят. Это есть учебная зона, спортивная зона, и зона отдыха, и наши, так сказать, причальные зоны, чтобы все работали на эту территорию достаточно активно. Ну и предлагается у нас еще задействовать территорию Красной Звезды завода и на сегодняшний день природно-ландшафтную территорию в районе Октябрьского моста и улицы Горького. Что, где мы планируем, что можно тут добавлять или убавлять. То есть это те активности, которые планируются на этой территории. Это у нас, получается, и информационные центры, как я говорил, информационные указатели, здания, сооружения, которые могут быть задействованы, в том числе, там, бизнесом каким-то. Велопрокаты, я говорил, велодорожки, пешеходные дорожки, кафетерии, маленькие, небольшие какие-то стационарные объекты, кафе. Вертолетная площадка, это у нас планируется у больницы. Она просто должна быть там, да, по нормативу. И парковки, вот. Автомобильные дороги также предусматриваются, но не только дороги, но и проезды. И, скажем так, автомобильные вот эти проезды используются как линейные парковки. Причалы мы предусматриваем здесь гостиницы, пляжную зону, зоны активного отдыха, волейбольные зоны, зоны настольного тенниса уличного, вот. Вот тренажеры уличные, детские площадки, естественно, то есть необходимые урны, освещение, скамейки. Жилые дома, это вот зона, где мы в рекреации предлагаем, это вот как раз к теме эко-района, эко-квартала, да. То есть мы хотим тактично вписать жилую застройку в существующую ландшафтную историю, да. Вы помните, мы с вами говорили, что мы отказываемся от дороги, вот. На самом деле мы от нее отказываемся и делаем проезд, для того, чтобы можно было там этот проезд использовать так же, как стоянку. У нас все-таки появляется автомобильная дорога. Проезд, но для обслуживания набережного... Внутриквартального проезда и обслуживания, она у нас идет вдоль Шексны, параллельно реке, до гостиницы. До гостиницы, да. Гостиница в створе улицы Горького, и до этой улицы идет вот этот внутриквартальный проезд. Да. Это набережная концепция, да, пока без названия. Поэтому хотелось бы, то есть набережная уже, ну, дать какой-то импульс и придумать ей название. Это надо объявить конкурс. Да, может быть, как раз вот этим кусочком тоже, или целиком название, либо вот, может быть, какие-то куски набережной, чтобы они получили каждое свое название. От этого тоже зависит потом в итоге и какие-то подходы в дальнейшем при проектировании. Команда Череповца предлагает варианты. Мы смотрим, может быть, выбираем несколько, и уже тогда их на голосование какое-то выносим общественное. Может быть, вот такая схема.